всем привет сейчас я отправляюсь в магазин пятерочка за продуктами и я хочу купить продукты по красной цене потому что это продукты бюджетные они недорогие это специальная фирма это даже не фирма а это как бы внутренний бренд самого самой сети пятерочка вот и я часто бывает беру такие продукты некоторые продукты я уже беру постоянно и они мне нравятся некоторые продукты я еще не брала но хочу взять и попробовать протестировать вместе с вами ну что отправляемся в магазин девочки идем в магазин пятерочка чтобы купить продукты по красной цене ну что мои хорошие я сходила в пятерочку набрала ужас как много продуктов сейчас я вам покажу я выложила на столе все это очень много продуктов это еще не все есть еще кое-что с морозилки в общем я взяла продукты которые я уже пробовала или которые я хотела бы попробовать вообще в магазине пятерочка по красной цене уйма продуктов очень много я старалась взять продукты разные из разных отделов чтобы было что тестировать ассортимент большой все не возьмешь это будет чересчур уже вот ну начнем сейчас обзорчик хочу я начать в первую очередь всех продуктов которые нужно обратно вернуть в морозилку и потом пойдем к другим надеваем очки берем чек я буду вам показывать какие цены вообще на вот эту красную цену зеленая фасоль стручковая она замороженная фасоль я это уже брала там кусочки порезанная вот такими кусочками фасоль и в общем то я ее ем с удовольствием с яичницей на сковородку положила чуть-чуть немножечко обжарила и залила яйцами очень вкусно это я уже пробовала здесь 700 грамм и стоит фасоль 90 рублей 99 копеек в общем это я одобряю дальше вишня замороженная вишня без косточек вишню эту я уже брала для компота но в принципе можно ее также добавлять там можно в пирожки можно вареники делать вполне даже хорошая вишня просто обычная вишня замороженная но она понятно без всяких там добавок плохой она быть не может это то что мне нравится здесь 300 грамм стоит это 89 99 одобряю минтай тушка минтай тушка красная цена ну вот здесь цель целые рыбки они без головы минтай здесь килограмм стоит 13186 эту минтай я уже брала уже жарила обычный минтай обычный какой замороженный продают в общем даже фасованы не фасованные весовой это вполне себе такой нормальный минтай то есть можно брать и жарить иногда жарю потому что морскую рыбу кушать нужно дальше я хочу вам показать сливочное масло которое я уже беру на протяжении нескольких месяцев а может быть даже уже год очень давно уже беру масло мне это нравится во первых у него и цена недорогая здесь я как-то посмотрела состав пастеризованные сливки больше ничего в составе не написано то есть это натуральные сливки и больше никаких добавок ничего нет масло очень вкусное очень хорошее 69 89 цена для этого масла недорога недорогая цена 180 грамм но я как-то взяла в другом магазине крестьянское масло сливочное оказалось на самом деле там вообще не масло я не знаю что какая-то белая белая субстанция на сковороду положила и какие-то белые хлопья плавали в общем выбросила это масло и все при том она стоила дороже рублей на 20 чем это но в общем масло это одобряю и берите и пор пробуйте вкусное очень масло дальше российский сыр просто российский сыр сыр мне это тоже очень нравится состав молоко нормализованная пастеризованная закваска ну и вот эти вот бактерии там закваски соль консервант и вот этот сыр российские тоже беру мне он нравится на вкус он вполне очень даже вкусный хороший мягкий и вообще в сырах в отделе сыров там есть гауда еще другие сыры есть по красной цене но мне нравится российский потому что некоторые сыры сильно твердые я люблю средний такой твердости жирность 50 процентов и стоит этот сыр сыр фасованный но тут идет по весу в общем за килограмм 379 99 цена этого сыра но вкусный возьмите попробуйте это я одобряю семга красная цена семга это стоит подешевле чем ну не красная цена хотя по вкусу разницы я не заметила я брала и такую семгу и другую семгу разные брала в общем разницы по вкусу нет рыба и рыба семга слабосоленая здесь 150 грамм 199 99 то есть 200 рублей стоит но чуть чуть дешевле чем другая съемка который не по красной цене но вкусное берите это можно есть ворог в мягкой упаковке пятипроцентный 180 грамм 43 99 но творог я такой брала в принципе так просто кушать я иногда беру творог получше такой прям зернистый но этот творог тоже приемлемый можно его вареники сырники делать состав молоко обезжиренное молоко цельное уплотнитель хлорид кальция закваска молокосвертывающий фермент в общем ничего лишнего нету здесь в общем в молочные продукты и все закваска и все что необходимо для творога творог я пробовать не буду в общем то я его уже пробовала но могу сказать что можно его брать есть вполне себе приемлемая пища а вот йогурт красная цена со вкусом клубники йогурт два с половиной процента ну такой йогурт я не брала в принципе я беру обычно другой но этот йогурт я сейчас хочу открыть попробовать на вкус стоит 29 99 здесь пол литра это я пока оставлю сейчас возьму стаканчик и попробую дальше зашла я в колбасный отдел взяла я только сосиски которые попробовать я хочу мне просто любопытно было еще там колбаса вареная но написано колбаса традиционная непонятно докторская или какая я почитала состав мне он не понравился там соевый белок растительный белок в общем много непонятно на чего мясо курицы я не стала ту колбасу брать и сардельки были которые тоже они мне и на вид не понравились вообще там дешевые дешевые не но тоже я состав почитала мне не понравился я не стала брать сардельки а сосиски сосиски аппетитные 300 грамм 29 99 но дешевые и мне кажется что они наверное может быть и не вкусные но я хочу их попробовать вместе с вами я сейчас пока отложу чуть чуть позже будем пробовать ну так же пятерочки я постоянно беру салфетки и туалетную бумагу туалетная бумага стоит 8 99 я в принципе раньше брала ее часто потом я перешла на другую туалетную бумагу потому что это стало что-то дорожать и дорожает то она стоила 6 рублей потом что-то выше выше и в итоге сейчас 8 99 в общем можно уже взять более качественную бумагу допустим там чуть чуть подороже но получше в принципе это тоже вот если как отдельный рулончик нужно тоже сойдет салфетки обычные белые салфетки 21 99 стоит в общем нормально обычный салфетка дальше панировочная смесь почему смесь потому что здесь в состав входит мука пшеничная крупа овсяная отруби пищевые пшеничные но вполне вот эта панировочная смесь вполне подходит для того чтобы делать панировку я когда делаю отбивные в общем беру для этого эту панировочную смесь я ее уже пробовала вполне себе нормальная смесь можно самим сухари перемолоть но бывает не хочется с этим возиться заморачиваться в общем можно брать ее и пользоваться этой смесью томатная паста здесь 500 грамм стоит 51 39 томатную пасту эту я еще не пробовала но в очень хочу попробовать вполне себе вкусно томат состав томатная паста вода сахар соль ну в общем в принципе нормальная томатная паста можно ее брать есть она ее даже можно пить как томатный сок на вкус она вполне себе нормальная дальше приправа для курицы я когда делаю курицу приправой пользуюсь 15 грамм 10 49 стоит в общем здесь в составе ничего лишнего нету соль поваренная пряности кориандр перец разные перцы зелень в общем ничего лишнего нет обычно нормальная приправа но стоит вот недорого когда я в духовке курицу запекаю в общем такой приправой пользуюсь вполне даже лично паштет из гусиной печени 315 грамм 35 99 стоит вода печень гусиная жир свиной топленый вот этот жир уже здесь не нужен мука кожа куриная крахмал картофельный соль поваренная пищевая лук сушеный загуститель где 407 яичный порошок чеснок сушеный усилитель вкуса и 621 глутамат натрия ферментированные рис краситель натуральный пищевой перец черный молотый в принципе состав мне не очень нравится но я честно говоря паштеты вообще редко ем но я думаю что можно его попробовать открыть сейчас ну паштет я открыла выглядит он как паштет на запах он приятно пахнет 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 прям паштетом сейчас попробую на вкус на вкус обычный паштет он ничем не отличается от какого-либо другого паштета мне вообще кажется что такие паштеты они в принципе все на вкус одинаковые но в общем можно есть ничего такого противного нет ну покушаю прям чувствуется печень птицы на вкус мясо цыпленка в собственном соку стоит 49 99 325 грамм я открывать мясо цыпленка не буду мясо цыпленка в состав входит мясо цыпленка морковь соль повариванная пищевая перец черный молотый и лавровый лист больше ничего в составе нету то есть здесь именно мясо цыпленка и специи все значит я открывать это не буду я вполне верю что здесь обычное мясо цыпленка взяла два сока сок каждый 11 99 стоит яблоко слива яблоко груша я думаю это недорого для такого объема сока в общем я его сейчас открывать не буду но я думаю что здесь сок и ничего лишнего ну по крайней мере ничего не будет здесь я смотрю яблочный сок яблочное пюре грушевое пюре сахар регулятор кислотности лимонная кислота и антиокислитель аскорбиновая кислота вода в общем здесь в составе все то же самое что и в других соках ничего другого нет ничего нового здесь нет дальше шампиньоны резанные 425 грамм состав грибы шампиньоны свежие вода питьевая соль поваренная пищевая антиокислитель кислота аскорбиновая в общем ничего лишнего нету 6259 стоит шампиньоны в общем принципе если приготовить сейчас картошечку можно и шампиньончики покушать их можно также добавить в суп но в общем я их пока положу и они мне пригодятся когда захочу вот супчик с грибами дальше рыбные консервы их было очень много всякое разнообразие я взяла скумбрию было ставрида сайра горбуша но в общем некоторые рыбные консервы я уже брала по красной цене вполне себе обычные консервы ничего там лишнего нету сколько стоит эта красная цена скумбрии сейчас я посмотрю 5499 цена ну в общем обычная рыба ну в общем здесь ничего нету атлантическая натуральная с добавлением масла и в составе натуральные рыбные консервы с добавлением масла стерилизованные скумбрии атлантическая натуральная куски в общем обычные консервы консервы неплохие я брала уже это я одобряю рекомендую можно брать есть дальше зеленый горошек зеленый горошек хочу вам сказать что зеленый горошек я такой уже брала но для салата он подойдет в принципе нормальный горошек нормальная подливка конечно есть горошек повкуснее но в принципе этот недорогой вполне себе для салата подойдет 2399 стоит вот эта банка здесь 420 грамм вполне себе подходящие горошек дальше кукуруза 420 грамм состав кукуруза сахарная вода питьевая сахар песок соль поваренная пищевая все больше ничего нету просто обычная кукуруза кукуруза сахарная стоит 30 рублей 69 копеек в общем можно брать и есть дальше ананасы колечками по красной цене были ананасы кусковые они одинаково стоят я взяла колечками в общем до форма не имеет значения но масса основного продукта 340 грамм 580 миллилитров здесь но это вместе уже в объеме 69 99 в общем 70 рублей можно сказать стоит ананасы я уже брала и персики брала тоже вот по красной цене вполне себе очень даже вкусные и в общем приемлемая цена дальше молоко в тетропаке молоко было в мягкой упаковке кефир был мягкой упаковке по красной цене но так как я молоко беру и не сразу его в общем-то пью а тем более молоко я предпочитаю полтора процента один с половиной но полтора процента бывает у нас только в тетропаке ну и потом хочу сказать что такой тетропак хранится полгода и я беру его чтобы он у меня стоял когда мне захочется попить молочка или сделать кашку на молоке ну тогда я достаю и молоко это употребляю я его брала очень часто постоянно пила когда была на диете и молоко вполне себе приемлемое нормальное молоко состав нормализованное молоко массовая доля жира 1 и 5 ультра пастеризованное молоко 43 99 стоит вот здесь литр 970 миллилитров еще я взяла сливки сливки у меня дочка добавляет там или молоко или сливки добавляет в кофе ну и если нужно не в небольшой объем допустим я там целый литр не собираюсь молока выпить а чуть-чуть мне нужно там чтобы в кофе добавить то вот можно например взять в принципе или маленькую пачку молока или сливки но захотелось мне сливки добавить в кофе 10 процентные сливки я взяла сливки стоит 26 49 почти 200 грамм 195 или дальше я взяла растительное масло рафинированное вообще обычно я пользуюсь нерафинированным маслом и нерафинированное добавляю в салаты но она рафинирована в принципе можно просто взять просто жарить ну вот это масло мне показалось недорого стоит эта бутылка 59 99 состав масло подсолнечное рафинированное дезодорированное здесь 0 9 литра рожки я взяла такие рожки вообще хочу их попробовать но их надо будет сварить чтобы попробовать я думаю что они на вкус должны быть нормальные но просто и главное не переваривать чтобы они вот они стали такими вот совсем состав мука пшеничная высшего сорта вода питьевая большей составе ничего нету то есть здесь в принципе нормальный съедобный продукт и недорого стоит цена 14 99 стоит цена 400 грамм ну как в обычной пачке так но остались у нас теперь бакалейные продукты это чай чай черный байховый 20 пакетиков состав чай черный байховый индийский для разовой варки первый сорт в общем обыкновенный чай он недорогой 14 99 стоит упаковка дальше кофе растворимый по красной цене я еще не брала 69 99 70 грамм стоит но это не сублимированный обычный такой порошковый кофе вот кстати я хочу его заварить и попробовать я пока отложу его на пробу сюда что тут составе кофе растворимый порошкообразный больше ничего в составе не написано дальше печенье крикер такое печенье мы берем даже у нас внучек любит денечка кушать вот эти маленькие печенюшечки очень даже вкусное печенье она не соленая не какое-то 17 99 200 грамм здесь также я взяла печенье сахарная к чаю красная цена здесь 300 грамм 29 89 стоит ну вот мне интересно было бы попробовать вот это сахарное печенье я его тоже отложу на полу плитка молочная шоколадная интересно что здесь составит сахар заменители масло какао пальмовое масло кокосовое масло сыворотка молочная сухая какао порошок эмульгаторы лицетин соевый и 400 76 ароматизатор ванилин ну честно говоря то что там уже есть составе пальмовое масло это мне уже не нравится ну я попробую его на вкус стоит 25 99 попробуем что на на вкус ну цвет молочного шоколада но для цены для такой цены 25 рублей до плитка молочного шоколада в принципе она того и стоит но натуральный шоколад он бы столько бы не стою правильно поэтому в принципе есть его можно вполне себе нормально на вкус но единственное что конечно добавление пальмового масла я бы не стала такой шоколад честно говоря вообще есть ну я не любитель так таких продуктов поэтому я один раз взяла вот на пробу больше я уже не хочу выбрать я если уже буду брать шоколад то по не мере тогда горький натуральный чтобы там было в основном какао ну а так иногда побаловаться можно если на дорогой шоколад денег нету можно взять такой вафли со вкусом сливок состав мука пшеничная сахарная пудра жир кондитерский растительные масла натуральном и модифицированном виде и эмульгатор лицетины антиокислитель сыворотка молочная сухая крахмал кукурузный соль эмульгатор лицетины е-322 порошок яичный разрыхлитель гидрокарбонат натрия ароматизатор противопоказано при индивидуальной непереносимости глютена пшеницы белка молока яичных и соевых продуктов ну в общем вафли я пробовать не буду я думаю что я ну я понимаю что это будет вкус обычных вафель но честно говоря я не особо люблю в принципе вафли люблю только шоколадные ну и пусть пока эти вафли полежат может быть я их там когда нибудь поем с чаем или угощу кого-нибудь вафли стоят 26.99 но понятное дело что как раз вот такая цена и в общем это недорогие вафли но вполне себе в общем то можно их есть они они стоят как недорогие в общем состав то же самое ну и напоследок остались у нас грецкие орехи орехи я такие уже брала половинки орехов грецких составе здесь кроме орехов ничего нет все прозрачно видно и также я брала сухофрукты курага очень вкусная чернослив ну в общем сколько стоит этот грецкий орех 96.99 его цена здесь 100 грамм ну что все и показала цены вам рассказала а сейчас я хочу попробовать то что я отложила попробовать для этого мне нужно сейчас кофе вот это заварить я хочу заварить и открыть сосиски попробовать и йогурт ну что мои хорошие с чего начать я не знаю начну с сосиски в общем то я залила кипятком даже не целую сосиску а кусочек я хочу попробовать но по запаху я чувствую знаете как обычная недорогая колбаса недорогие сосиски попробуем не понравились короче говоря сосиски не берите невкусные они они даже вот не твердые какие-то вот как рыхлые внутри непонятный вкус я даже не знаю попробуйте дать кошки она кажется не будет есть была бы я кошка лет не ела такие сосиски правильно сделала что я не взяла сардельки еще хотела сказать что я еще не стала вообще даже брать хотела взять тушенку посмотрела вот банка на которой написано тушенка говяжья я начала читать состав соевый белок вот первое что я прочитала и мне уже не захотелось брать при том банка тушенки стоит 17 рублей ну вот какое там может быть мясо естественно мясо там нету там скорее всего соевый белок не растительные там какие-то белки все такое в общем какая-то ерундистика но хоть бы не писали уже тушенка да еще и говяжья что-нибудь другое написали не стала брать вообще не понравилось состав не цена ничего вот в общем и вот эта колбаса которая тоже традиционная непонятная вареная колбаса тоже состав в основном соевый белок непонятно там что кроме в общем то мясо там я не увидела составит и вот эти сосиски в общем колбас на изделие мне не понравились мясо которая как бы тушенка там все это мне не понравилось остальные продукты вполне приемлемые но некоторые продукты они не очень вкусные и не очень там хороший состав дешевый в общем то я так думаю что если уже пойдешь на пенсию особенно у кого минимальная пенсия людям приходится наверное есть вот такие продукты это конечно печально вот некоторые хорошие продукты некоторые не очень но пока что я еще не на пенсии пока что еще есть у меня возможность покупать что-то получше сосиски я беру самые дорогие извините конечно дорого но вкусно теперь я хочу попробовать йогурт какой на вкус вкусненький но йогурт можно пить этот нормальный и вот это кофе растворимый хочу его попробовать ну обычный растворимый кофе порошковый он имеет обычно такой вкус я конечно от этого кофе уже отвыкла я такой давно уже не пила я беру сублимированный и подороже но люди привыкают ко всему если отвыкнуть от сублимирована то как порошкообразный кофе растворимый это вполне себе обычный растворимый кофе в общем вполне себе можно есть пить если у кого нету на дорогой кофе денег кофе хочется вполне себе нормально ну что мои хорошие в общем все взорчик мой закончился кому понравилось мое видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока пока